Сегодня наша съемочная группа отправилась смотреть квартиры не для себя, а для тех, кто будет переезжать в рамках программы переселения из аварийного жилья. Все дома в Чебоксарах уже готовы. Репортаж Ольги Пырочкиной. За строительством этого дома по улице Парижская коммуна и других домов для переселения из аварийного жилья пристально следили городские депутаты, представители правительства, Минстро и, конечно, СМИ, в том числе наша телерадиокомпания. Дело в том, что дома нужно было возвести в рекордные сроки. Ну, фактически, за лето. В начале июня здесь поднимали первый этаж. Сейчас, буквально через два дня, дом будет полностью готов. Сейчас все позади, но по этому дому были опасения. Из-за сложных геологических условий, прежде чем забивать сваи, пришлось проводить испытания грунтов. Это заняло время, которого и так не хватало. У нас вообще простых мест нет. Везде делается геологическое изыскание. Естественно, грунты везде разные, фундамент везде разный. Где-то более сложный, где-то менее сложный. Тут оказался более сложный. Я считаю, что дом получился очень хорошим, даже невзирая на то, что застраиваться он начал самым последним. Зато дом на улице Богдана Хмельницкого начали строить одним из первых. Я считаю, в начале октября можно заселить всех людей. Дом практически, внутренняя отделка, все работы завершены. Если в квартиру зайти, сейчас можно открыть кран, вода бежит. Свет везде горит. В общем-то, работы все выполнены. Вот в таком состоянии дом. Ну что ж, нам сказали, что можно включить кран, оттуда потечет вода. Сейчас посмотрим. Так, холодная, нам сказали. Все верно. К коммуникациям все подключено. Редкий случай для еще не заселенного дома. Работает лифт. Мы живые, доехали, все нормально. Там вид красивый. Вот этот самый вид. Впрочем, Елизавета Дорофеева больше радуется не ему, а просторной кухне. Ну что кухня? Это плита, да? Все чистенько, хорошо. Мы жили в такой кухне. Вот сидишь, так на стол, в раками. А тут, конечно, да вы что. Я с внуком собираюсь жить. Я говорю, я на кухне поставлю себе кресло, кровать и все. Да. Ну вы рады, что переезжаете? Ой, конечно, ну вы что, слов нет. У меня же слезы. Начать готовить на своей новой и большой кухне Елизавета сможет уже в октябре. В начале месяца переселенцам планируют вручать ключи. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика.